Нет, нет, подожди секунду. Нас сейчас во-первых слушают, только по делу. Если ты знаешь, то ответь. Что символизируют пять колец олимпийских? Наверное, может быть пять видов спорта. Пять видов спорта? Сейчас подождем Васильевич, прошу. Давай. Махунга! 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 Всем два краба, меня зовут Жека, это канал Негодяй ТВ. Сейчас я буду задавать пять вопросов и за правильные ответы платить бабосы. Это супер-пуперское шоу на ютубе, которое называется «Вопросы за бабосы». Покрутили пальчиком и погнали. Как тебя зовут? Дима. Димас. Я Жека. Да, я в курсе. Еще раз приятно. В... Взаимно. В инстаграме своем я буду иногда говорить о том, что, ребята, я снимаю, и поэтому подписывайтесь на мой инстаграм, чтобы знать, когда я снимаю, и чтобы поучаствовать в этом мероприятии. Покрутили пальчике. Кто вместе с черепахой пел песню «Я на солнышке лежу, я на солнышке лежу»? Крокодил, по-моему, нет. Крокодил Гена? Нет. Подожди. Подожди. С черепахой. «Я на солнышке лежу, я на солнышке лежу». Такая она в очках, такая она загорала, и этот маленький щенок тоже решил с ней поваляться и говорит «А что ты делаешь?» И она говорит «Я спою тебе песенку». Я пропустил этот момент. Угу. Так. Какие подсказки давать тебе? Дело в том, что Димон-то пришел, я не просто выцепил его на улице, а в инстаграме он увидел сториз, где я говорю «Ребята, приходите, Малая Садовая, Санкт-Петербург». Димон пришел. Как-то неохота тебя сразу же сливать с черепахой. Кто же это мог быть? Это не крокодил. Ну, он король. Лев? Ну, молодой. Львенок? Да. Угу. Этот вопрос был уже на канале Еширяев, когда к нам подходил учитель в виде Тургенева. Ты смотрел? Да. А, значит, знаешь. Созвучие при воспроизведении звука одной и той же высоты разными голосами или инструментами. Так он же не ответил. Он ответил. И ушел. Я вчера это смотрел. Так, еще раз. Созвучие. Своими словами сейчас эти раскидаю. Я буду петь и ты будешь петь. Мы будем петь это вместе. Внессон. 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 Так. Вопрос номер три. Он у нас теперь выглядит, знаешь, как угадай молодое хлебало. Кто это? Ян. Ян. Какой Ян? Вот хороший вопрос. Не знаю, прям Ян. Я придумал так. Так, ты мне самчиком показать. Подожди, мы покажем вам. Ты, ну вот, мне, я там, я выкину фотку, монтаж, мы профессионалы, штатив, камера, шуровский микрофон, это просто, ты понимаешь, да? Это, кто? Хендмейт. Да. Ты мне задаешь вопрос, я говорю, да, нет, поехали. Футболист? Нет. Певец? Нет. Кино? Да. Русская? Нет. Голливудская звезда? Да. Ди Каприо? Нет. Я не знаю других. Давай-давай, братиш, ты дальше звезда, фильмы можешь назвать. Он сейчас жив? Да. Я легенда, нет? Я легенды снимался? Он белый. Это не Уилл Смит, брат. Так. Думаешь, его высадили здесь, что я в Photoshop специально сделал? Нет. Так. Голливудская звезда живая. У него есть Оскар? Я не знаю. Да мне кажется, да, он топчик. Роста маленького. Роста маленького, отлично. Давай дальше, видишь, ведь много же есть вопросов, это же классная игра, брат. Это я придумал только что, кстати. Реально прикольная, но вот... Задавай вопросы дальше. Так, Голливудская звезда. Ну... Сейчас живой. Ему больше сорока? Да. То есть легенда какая-то, все штуки. А, и легенды. Я думал, ты говоришь, что я легенда кино. Не, я про кино, да, говорил изначально. Так, легенда, Голливудская звезда. Сейчас снимается? Конечно. В новинках каких-то было? Безестественных. А какой последний фильм был с ним? Ага, тут я тебе, да, нет, не могу сказать. Так, хорошо. Интересно. Как думаешь, мне вырезать вот эти вот паузы, чтобы был темпоритм видео? Ну, вообще, сейчас, да, сейчас зумеры, им постоянно нужно, чтобы были всякие разные переходы. Это кто зумеры? Это молодежь зумеры. Моя аудитория, она такая взрослая. В случае все привыкли к какому-то такому динамичному. Динамичному? Да, мне кажется, что да. Иногда просто какой-нибудь чувак будет смотреть, а он ищет, будет, начнет перематывать тупо. Какой-нибудь рафляный момент пропустит, например. Да, я понял. Я раньше делал динамичное видео, сейчас не хочу. Ну, главное, чтобы тебе нравилось. Мне кажется, так. Ну, хочется, чтобы людям тоже нравилось. Ну, ладно, задавай вопросы дальше. Я не знаю, какие задать вопросы. Да их миллион может быть, брат. У него имя начинается над... Ну, посмотри. Да я говорю, я вообще не знаю, в принципе, звезд. Ну, этого чувака ты... Да, еб' по-моему, смотри, он сейчас телефон еще сломается. Вот, посмотри на него. Ну, он прям похож. Ну, зубешники сейчас у него поровнее. Ладно, подсказываю тебе. Есть ряд фильмов, где он выполняет некоторые миссии. Миссия невыполнима? Ну, я не знаю, я вообще фильмы не знаю. Ну, даже есть и невыполнимые миссии. Даже в Москве он взорвал целый Кремль. И Машков за ним гнался. Вообще нет. Потом они с Машковым стали товарищами, наверное. Но я думаю, вряд ли они дружат до сих пор. Не, я не знаю. Ну, миссия невыполнима, да. Кто в миссии невыполнима? Так, а я откуда знаю? Я говорю, я вообще звезд не знаю никаких. Я знаю Ди Каприо. Ну, и, наверное, все. Ну, и Смита. Ну, ты не расстроишься, что ты сейчас проиграл? Да нет, да. Я как мог хотел помочь тебе. Да, я понимаю. Так, главный опыт и отношения. Прикольно, я тебя увидел. Ну, здорово. Здорово. Просто некоторые такие говорят, что а с чего мы должны знать какого-то Тома Круза? Пошел он в баню. Давай, Димон, что-нибудь пожелаешь кому-нибудь? Олегу я желаю успехов в его продвижениях по моделингу. Он сейчас едет в Китай в апрель. Вообще здорово будет маме, чтобы он так же расстроился. Светалой занималась спортом. Ивану успехов в его бизнесе. Ну, и друзьям просто счастья, здоровья и любви. Хороший ты парень, Димон. Спасибо. Спасибо тебе большое. Слушай, а это у тебя ноготочки накрашены, что ли? Маникюр, да, прозрачный. Ну-ка, покажи-ка людям это. Мне сказал товарищ, что сейчас мода пошла ногти красить. Ну, да. Мужикам, да? Ну, вроде бы как, да. Но я первый раз накрасил ногти, когда это было не модно. Меня три раза чуть нет. Потом я накрасил ногти просто по приколу и смыл их через 2-3 дня. Вот, а сейчас просто захотел подровнять. У меня все-таки работа связана с дизайнерами, с архитекторами. А черный цвет, если черный цвет? Ну, вот я в черный цвет и красил, но я еще нет. Ну, тогда это было вообще не модно. Я был в провинции. А, сейчас прям модно, да, мужикам это делать? Ну, сейчас все рэперы это делают. Эти новенькие, New School, все дела. Вот. Слава, губы пока еще не красим. Чего? Ладно, Димон, там уже, видишь, стоят люди, там ждут. Все, давай. Спасибо тебе большое. Давайте оба. Вот так вот, щелчок, класс, давай. Здравствуйте. Проходите, пожалуйста, в нашу студию. Видите, какой у нас обзор классный? Можно еще даже ближе. Ну, рассказывайте, как так произошло, что вы стоите тут. Ну, я увидел в Ютубе у вас, вы высветили, выставили пост, что можно прийти. А мы здесь живем за углом. Ну, почти что. Поэтому. Но мы шли к гостиному двору и тут смотрим. Я говорю, Глеб, что ты сейчас снимаешь? Да, я думал, что вы будете там, поэтому... Мы проскочили, а потом... Да. Люди, если вы вдруг смотрите этот видос и подписались на Инстаграм, чтобы тоже прийти поучаствовать, смотрите внимательно истории с этим. Я постоянно говорю, нет, я ухожу оттуда, я буду там. Ну, всякая же бывает история. Как вас зовут? Алена. Глеб. Глаша. Глаша. Это женщина, да? Не знаю. О май гад! Она очень знаю. Она взрослая, она в домике, и она охранная собака. А, тут все понятно. Из-за этого, да. Так она хорошая. Стихотворение. Превращает зиму в лето, вдохновляет всех поэтов. Мы ее так долго ждали. Что же это, угадали? Весна. Логика просто-то на конек, поэтому, да. Второй очень сложный вопрос. Из чего состоит горб у верблюда? Из-за... Или жира, или вода. Да, но, скорее всего, сколько ему долго не нужна вода, то там вода. Но, возможно, там и жировые запасы. Он долго не ест. Когда у него долгий переход через пустыню, он не ест. Жир, а водяной состав. Пускай будет просто жир. Да. Может быть, там и вода, но я не особо компетентен в верблюдах. Да, но жир, да. У меня написано жир, значит, пускай будет жир. Итак, а ты не подсказывай, Камбой. Номер три вопрос. Если выстрелить в солнце из пистолета, за какой период времени пуля до него долетит? Есть, есть... Варианты, да? Есть варианты. Это 17 лет, 35 тысяч лет, 103 года, 306 лет. Так, сейчас. Скорость пули относительно скорости солнечной. Давайте я выпендриваюсь своими знаниями о скорости пули. Если не врет гугл, и там вся вот эта вот шелупень, которая пишет нам всякую информацию, мы в нее верим, то скорость пули составляет тысяча километров в час. То есть это как скорость ракеты, получается. Я соображаю, соображаю в этом, конечно. Я все это прогугливал. Тысяча километров в час, значит, 24 тысячи километров за сутки. Расстояние до солнца, помнишь, физик? Сейчас. Расстояние до солнца – это одна астрономическая единица, но я не помню, чем она равна в километрах. Типа 600 тысяч километров. Еще раз варианты. Это 17 лет, это… Так, все забыл. 17 лет точно нет. 35 тысяч лет, 103 года, 306 лет. Мне кажется, что прям даже 35 тысяч лет. На Луну мы можем долететь очень быстро. На Луну, да. Так, либо тогда ты идешь сюда, чтобы ты был тоже здесь. На Луну мы можем очень быстро долететь, потом у нас идет, так, Меркурий, Венера и Марс. Три планеты, потом Солнце. Так, если до Марса… 306. 306 лет. Да, но я очень не хочу проиграть. Нет, самый большой – 17 тысяч или сколько? Самый большой лет – 35 тысяч лет. 103 года – 306 лет. 103, мне кажется, мало для пули. Ну, пули – это даже не ракеты, даже не самолет, пуля. А, конечно, выстроите. Хотя, подожди. Подожди, тысяча в час. А, так это быстрее, чем самолет, или примерно так же? Как ракета. Как ракета? А, нет, тогда не так уже, наверное, долго. Тогда или 103, или 300… На третьем вопросе, божечки. Вы можете позвонить кому-нибудь. У нас, наверное, никого нет, да? Ладно, тогда есть другая подсказка – 50 на 50. Итак, я убираю 35 тысяч лет, и я убираю 306 лет. Остается 103 года, либо 17 лет. 103 года, либо 17 лет. Прямо разница очень большая. Ну, не больше, чем с 35 тысячами. Три года или 17 лет, сейчас. С 17 тогда все-таки, почему-то, не знаю. Но она быстро летит, реально. Да, 17 лет. Правильно. Итак… Нет, было бы я молодец, я бы ответила без подсказки, но ладно. Рубрика «Молодое хлебало». Да, у меня, да. А это не про тебя. Слава Богу. Кто это? Это не «Навальный молодость». Ну, это точно русский. Итак, здесь можно делать так. Вы задаете вопрос, я говорю «да, нет». Вопросов можете говорить сколько угодно. Хорошо. Это русский человек? Да. А он писатель? Нет. Он музыкант? Нет. Политик? Да. О, я вообще не знаю политиков. Ну, подожди, ну, лицо, это реально не ом молодости. Можно считать? На «Балево» похоже, да? Ну, похоже, да. Ну… А кто еще из политиков? Он жив сейчас? Нет. А? Вопросы же можно. Подожди, погас. Ага. Он был во времена СССР? Был, да… Да нет. Нет? До СССР? А-а-а… Нет. Он умер своей смертью или нет? Да. Своей? Своей смертью. А, все, я узнала, это Борис Ельцин, по-моему, в молодости. Очень красивый парень. Я знаю их, ну, как бы, знаешь, что… Он, честно, Валерий. Он такой летчик, такой, знаете, такой американский летчик. Да, да, хороший-хорош, красавчик. Как называется… А, нет, 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 это не то. Что-то я тут напутал, ребята. А, нет. Что-нибудь. Я тут напутал, не представляете. А что символизируют кольца, олимпийские кольца? Ты жрёшь, ненавижу спорт. Ну, типа, там, качество быстрее, выше, сильнее. И пять колец, а, да, 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 быстрее, выше, сильнее. Это вот я не помню их все. Спортивные качества. Это недостаточно. Нет, это не так. Нет? Нет. А, может, сейчас. Может быть, смотри, это Греция. Ну, это Греция изначально-то, конечно. Может быть, это места, где проводились они, игры, а нет, все даже в одном месте. А, может быть, это они символизируют страны, которые возродили олимпийские игры уже в наше время? Наверное, это были какие-то странные инициаторы. А почему сюда красный, зелёный, там, чёрный, по-моему, жёлтый? Почему именно эти стандарты? Стихи. Стихи. Земля, вода. Вы такие, ну, умные люди. У меня очень редко такие попадаются, поэтому не ждите от меня никаких подсказок. Продолжайте свою дискуссию. Так. Подожди, сколько стихи мы знаем? Земля, огонь, вода, воздух. Четыре. И пятое, не знаю, олимп. Может быть, позвонить? Да, вы можете позвонить кому-нибудь. Кто может знать? Ну, я, может, попробую позвонить маме. Думаешь, бабушка знает? Ну, я надеюсь. Ну, попробуй. Динамика где-то, где-то здесь. А, бог его знает, это здесь, по-моему. Наверное, внизу. Э, самоплоха. Нет, нет, подожди секунду. Нас сейчас, во-первых, слушают, только по делу. Если ты знаешь, то ответь. Что символизирует пять колец олимпийских? Наверное, пять, может быть, пять видов. Пять видов спорта. Пять видов спорта. Сейчас, разъем, Игорь Васильевич, прошу. Давай. Только быстро. Да-да-да. Давай, давай. Пять видов спорта. Ну, может быть, какие-то были основные сначала. Ир, спортивализирует пять элементских колец. Пять элементских колец. Пять континентов полет. Пять континентов. Пять континентов? А, гениально. Спасибо, Лада. Гениально, они же по всему миру проходят. Они проходят по всему миру. Пять континентов. Пять континентов и есть. Итак, ваш окончательный ответ. Пять континентов. Да это гениально вообще. Посмотрим. Итак, черное, желтое, красное и зеленое. Черное – это Африка. Желтое – Азия. Конечно, конечно. Америка – красная. Зеленая – Австралия. Зеленая – Австралия, да. Конечно, она же зеленая. Пока я лезу в свою кассу, вы берете в руки микрофон и что-нибудь говорите. Класс. Это просто… Канал охренительный. Смотрим, ну я смотрю его уже года три, наверное, или два точно. Я не помню. Был перерыв, но мы его достойно выдержали. И сейчас просто вообще махунга и все остальное. Да, но отвечая на вопрос, чувствуешь себя дебилом. Вот абсолютно. Ну да, не догадаться самим про кольца – это, конечно, Но это позор. Это позор. Два высших образования. Толку. Какой позор. Да, поэтому к черту все эти высшие образования. Не согласна, да, Сама? Согласна. Но к черту в хорошем смысле… Нет, к черту в хорошем смысле этого слова. А так, в принципе, конечно, бессмысленно. Потому что здесь можно, ну, в хорошем смысле слова можно бросать к черту и не очень хорошим. Философ, нечего добавить. Просто в зависимости от того, что мы хотим. Хорошо. Хорошо. Спасибо. Спасибо. Ну, так получилось, что все-таки вы вдвоем участвовали. Да. Поэтому Макунга. Макунга, Пуэрте Марте. Опасно. Денджер. Денджер. Да, приятно было познакомиться. До свидания. Оп, еще одно прикосновение. Пум. Пум. Пум-барабум. До свидания. До свидания. Да. Да. За два часа до съемки я предупредил всех о том, что я буду сейчас снимать видео. И поэтому особо никто не пришел. И сейчас надо опять выдергивать людей самостоятельно. Ох, как это все. Печально. Привет. Нет? Нет? Обычно так это делается. Что? Там? Вот там? Что вы делаете? Мы снимаем видос. У нас прямой эфир? Нет. Нет? Будешь участвовать с нами? Да, конечно. Остань нас доходу. Подойди поближе сначала, чтобы нас было классно. Вот так вот, вот так вот можно. А я в маске должен быть? Ну, если ты не боишься от меня заразиться, а то меня уже неделю, как она ебит, то можешь быть... У меня антитела. А, давай снимай. Нет, я боюсь, что просто родители посмотрят. Мы здесь не будем ругаться матом. Мы не будем показывать никакую порнографию. Это шоу интеллектуальное. В основном его и смотрят твои родители. А, класс, я готов. Снимай тогда свой намордник и давай начинать. Во время монтажа я подумал, что мои видосы стали очень длинные. И я решил разлохматить тот выпуск, который я снимал на два выпуска. Вторая часть не менее интересная. Она... Она классная. Я выложу вторую часть скоро. Мне кажется, стоит делать видосы чутка покороче, хотя бы на 20 минут, а не на 40-50, как я делал до этого. Это я решил спонтанно. Прямо сейчас, во время монтажа. Спасибо за понимание. I love you. Все, я со всеми прощаюсь. Это мой инстаграм. И кто питерский, я пока снимаю только в Питере, но если вы меня куда-то пригласите в любой другой город, пригласите как? Билеты мне купите туда и обратно. Я приеду и сниму в вашем городе выпуск. Следите за моим инстаграмом. В инстаграме я буду говорить, когда я буду снимать в сторисах. Это я буду говорить. Приходите и участвуйте в этом шоу. I love you. Коммент пишем. Блин, опять надо придумывать комментарии. Белуга. Какая ерунда. Да, пишем, что что-то хорошее. Хорошая слуга. А потом белуга. Все, спасибо. Я заканчиваю. До свидания. Макуууууууунгаааааа! Макууууунгаа! Макуууууууунга! Субтитры сделал DimaTorzok